АПЛОДИСМЕНТЫ Друзья мои, никогда не теряйте надежды. Нет, ну вот знаете, у меня как, я же один, поговорить по душам не с кем. Опять же, плод страдает. Ну, она у меня завсегда страдает. Записался в клуб знакомств для тех, кому за 70. 50 рублей взяли. О, как старухи подорожали. Зато говорят, дед, может, найдешь свое сокровище. Пошел. 15 числа, хотя в этот день, значит, матч был в «Спартак-Динамо». Вот, до чего ради старух пожертвовал удовольствием. 50 рублей выкинул. А клуб у меня, значит, открыт с 5 до 8, потому что после 8 давно и засыпают. Ну, пришел, значит, ну, клуб, значит, и большая комната, музыка играет, буфет работает, печенье, лимонад, валидол. А, там, ну, все случаи жизни. Памперсы, клизмы, бинокли. И вот, знаете, это, вот, слева вдоль стены стулья. На каждом по сокровищу. А справа у нас табуретки. На них искатели жемчуга. А, что в углу санитар? Ну, мало ли кто кому ответит взаимностью. Так, конечно, инфаркт готов. И, вот, знаете, я посмотрел, что-то так налево. И что-то мне так жалко стало. 50 рублей. Подошел к санитару, говорю, видать, мое сокровище сегодня дома осталось. Ну, ничего мне там бы не светить. Говорит, ищите справа, деньги не вернем, хоть убей. Ну, сел справа, слышу, разговоры идут о суставах, о тромбах, о слабости половой. Потом, значит, вышел лектор. Лекцию стал читать о потере памяти. Читал, 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 читал. Потом забыл, с чего начал. Начал рассказывать о пользе контрацептивов. Каких же контрацептивов, когда никаких зубов выговорить это не хватит. Потом начались танцы. Ну, я пригласил одну такую в ручках. Худенькую, поменьше ростом, чтобы в случае удачи меньше уходила на еду и одежду. Тьфу ты, танцуй хуже меня. А главное, не знаешь, о чем с ней разговаривать. Сама заговорила. Вот вы знаете, что интересно? Вот вчера у меня давление было 160 на 90. Я думаю, здравствуй, связался я. Ёмушки мои, больная и поговорить не о чем. Я говорю, как вас зовут, нимфа? Она говорит, Иван Петрович. Ёмушки мои, я понял, что дедушка просто не той стенки сел. А сейчас бы я в какой-то шашлычной на эти 50 рублей. Потом, значит, объявили это белый танец. Ну, на этот раз точно женщина. Без здрасте, без как вас зовут. Какая у тебя пенсия? А у меня хорошая пенсия, поэтому я танцую, но молчу. Она опять говорит, старик, скажи, какая у тебя пенсия? Я говорю, лучше скажите, вы готовить умеете? Я говорю, умею. Ну, а сама что-то сготовлю, не ем. Я говорю, почему? Она говорит, честно, не могу. И вот, знаете, мне почудилось, что это под музыку в ее животе танцую. Я говорю, пенсия у меня 500 рублей. Ее как ветром сдуло. Настроение в конец испортилось. Захотелось сразу, знаете, купить вина хорошая, закуски дорогой. Всего на 50 рублей. Вообще забыть об этих старухах. Потом еще два танца станцевал. Одна, значит, готовить хорошо, но в основном для кошек. У них штук 10. Я их терпеть не могу. Другая вообще не готовит. Только голодает и чистится. Голодает и чистится. Ну что я такой грязный себе голодом морею. До выхода уже столкнулся с одной женщиной. Ну, то есть, как столкнулся? Она ростом в два раза выше, у нее в три раза тяжелее. То есть, она столкнулась, стоять, летела на три метра в сторону. Приземлился вот так вот здесь на задницу. Думаю, о, мушки мои. Если наступит нечаянно, одна радость, смерть будет мгновенна. И тут она, знаете, заговорила человеческим голосом. Извините, пожалуйста, я на матч опаздываю в «Спартак-Динамо». Совсем забыла, что сегодня трансляция. Я говорю, а вы что, футбол любите? Говорит, обожаю. Я говорю, а готовить, стирать, гладить? Она говорит, обожаю. Я говорю, а у меня пенсия хорошая. Только я далеко отсюда живу, не успеваю на трансляции. И вообще, если честно, мне поговорить по душам нет с кем. Говорит, идемте ко мне. Вот уже три года как съехались. Ну, а что, рядом со стадионом живем. А что, готовить, стирать, гладить, это все одно. Я вот только мусор выношу, ну и перед матчем ей пивка налить. Обязательно. Друзья мои, никогда не жалейте 50 рублей. Даже если ходите в клуб для тех, кому за 102. Вау. Спасибо.